Каждый год в Архангельске происходит более тысячи аварий на водоканальных сетях. Это крайне высокий показатель аварийности. В водоканале сетуют, предприятие не может работать в предупреждающем режиме. Все силы уходят на ликвидацию, а не профилактику чрезвычайных ситуаций. Часто очень отключают воду. Вот, пожалуйста, давно ли тут ремонтировали? Где? Наверное, неделя не прошла, а пять. Уже третий раз ремонтируют здесь. Сколько можно ремонтировать, я вообще не понимаю. По подсчетам водоканала, ежегодно более половины всего объема воды, подающейся в городские водопроводные сети, уходит в землю. Таких показателей водных потерь нет больше ни в одном городе северо-запада. Состояние канализации не лучше. Практически ежедневно водоканал работает на ликвидации затопленных канализационных колодцев. За восемь месяцев 2016-го их откачивали более четырех с половиной тысяч раз. Самая большая неприятность нам доставляет, безусловно, порывы на напорные канализации, которые связаны с выходом стоков на поверхность, бывает, на улице течет. Горожане, наверное, не раз с этим сами сталкивались. Понятно, что стоки – это далеко не холодная вода, это загрязнение, это, конечно, экологический ущерб. Изношенное состояние сети – первопричиной другой проблемы. Едва ли не половина всех архангелогородцев пьет воду с повышенным содержанием железа. Такие выводы делают водоканали, основываясь на данных испытательного центра контроля качества воды. Там каждый день проверяют десятки проб, отобранных в разных городских округах. Химики подтверждают – вода из очистных сооружений, поступающая в городские сети, полностью соответствует требованиям СанПИН по химическому и бактериологическому составу. Но до потребителя вода нередко доходит с превышением железа. В городе вода соответствует нормам, но у нас слишком большие продолжительные водопроводные сети. И когда вода доходит до конечного потребителя на локальных отдаленных участках, там могут быть превышения по показателям железа в основном. В водоканале считают, что проблему с качеством воды можно решить. На 120 городских водопроводных насосных станциях нужно установить вторую ступень очистки, которая позволит улавливать из воды набранное в сетях железо. Заодно вода будет обрабатываться ультрафиолетом. Можно заменить все сети в течение каких-то десятков лет, но по сути результата, наверное, это особо не даст. Ну, пока вы одну часть будете менять, другая. Поэтому именно лежит, еще раз скажу, именно в инструментальных, именно в диагностических каких-то инструментах, для того, чтобы определить наиболее уязвимые, наиболее изношенные участки. И будем устанавливать расходомеры в городе, будем устанавливать датчики поиска скрытых утечек, приобретемый утечий искатель для определения места открытых утечек. Ну, достаточно большой такой массив мероприятий. Все эти меры – часть инвестиционной программы, разработанной в водоканале. На предприятии посчитали, выведение системы водоснабжения из кризиса обойдется в 4 миллиарда рублей. Часть денег привлекут за счет инвесторов. Кроме того, с 2017 года необходимо повысить тарифы на воду и стоки. На предприятии говорят, что тариф, который установлен для жителей за потребление воды сегодня, не покрывает даже то количество ремонтных работ, которые приходится проводить. Но уже с 2018 года повышение тарифа не будет превышать уровень инфляции. А к 2024 году тариф для горожан можно будет и вовсе снизить, обещают в водоканале. Инвестпрограмма еще не заработала, но модернизация сетей начнется в следующем году. Столько задвижек мы хотим поменять в следующем году на 16 миллионов. Это только по сетям водопроводов. И примерно на такую же сумму хотим поменять задвижек непосредственно на очных водопроводных сооружениях. Новое руководство водоканала уверено, благодаря инвестпрограмме уже через год предприятие может выйти на безубыточность. А после ее завершения потери воды не будут превышать 20%, а аварийность снизится в 5 раз. И предприятие готово убедить в этом и потенциальных инвесторов, и горожан. Ирина Ившина, Евгений Зыков, Ольга Красолина, Денис Линчевский. 7 дней в регионе.